Вот эту презентацию его памяти хотелось выполнить в таком включении, не столько академичном, а сколько мультимедийном, поскольку он тяготел к мультимедийности, и то, что у меня получилось в результате, он бы сам, наверное, такого рода вещи иронично называл иконостасом, да, так что, ну, будем, ну, зато это легче идёт, это, я думаю, что просто пролистаем несколько страниц жизни, посмотрим, как всё это было. Вот, Григорий родился в 1936 году, то есть вот он, ему исполнилось 83 года, 14 февраля, вот, к сожалению, вот если помните, то распределение писателей, да, ну, конечно, с одной стороны достижения переживания Толстого, да, но с другой стороны, вот, он сравнялся с Гуниным, но он-то хотел больше, ему, правда, всегда всего было мало, я думаю, что ему и сто лет бы не хватило, как не хватало и пара курсов в занятиях, как не хватало двух отделений в концертах, да, поэтому... Такой был человек, вот, каким он появился на свет, видите, это озорность, да, и такая солнечность, она сохранялась у него всю жизнь. Дом, в котором он родился, болгарская деревня на берегу Азовского моря, поэтому, собственно, отсюда пошёл псевдоним Азовский, и очень тосковал по югу, не хватало ему солнца у нас постоянно, вот, и если бы не работал в университете, и мы, то, наверное, давно бы не работали. Вот, посмотрите, замечательные родители, Яков Иванович Мартыненко, потомок украинских казаков, и красавица греко-болгарского происхождения мамы, да, которые исходно жили на территории как раз при Азовье, причём туркоговорящие, да, вот такая смесь, и, вот, кстати, дочка наша очень похожа на маму, просто вот, получилась копия. Отец воевал, вот, удивительно, но вернулся домой после войны, хотя был там в штрафном батальоне, но не любил рассказывать о военных годах, и после войны семья переселилась в Симферополе, собственно, там он заканчивал школу, закончил в 1953 году, в год смерти Сталина, вот, и считал, вот, Симферополь считал своей родиной, и вот, всё время у нас была мечта туда скорее поехать, ждали, когда же будет Крымский мост, чтобы доехали туда. Закончив школу, он поступил на филологический факультет МГУ, ну, Золотой, вот, всегда учился легко, как-то вот, любое учение, что у него хорошо. Вот, но поскольку здесь есть некая смена университетов, что я просто позволю себе зачитать маленький фрагмент, чтобы вы поняли, почему, потому что мне со своими словами это не сказать, да, вот, что Григорий написал про МГУ, ну, отучившись там меньше года. Учеба в университете опровергла все мои романтические ожидания. Почти всё оказалось рутинным и скучным. Ранее филология представлялась праздником, а здесь такое префиксальное-субфиксальное занудство. Экзамены вспоминаю без восхищения, и хотя я сдал их хорошо, унылые лица экзаменаторов до сих пор смотрят на меня безликой массы. И лишь обаятельная и непосредственная преподавательница французского языка Елена Сергеевна прочно заняла место в моей памяти. Ну, нужно сказать, что он учился в группе с замечательными людьми, они все стали профессорами, докторами наук, все известные люди. Но, тем не менее, через полгода занятий он решил, что всё-таки математика ему ближе, и проводил время в Ленинке, читал, готовился к поступлению на матмех. Но получилось так, что запретили переводы внутри университета, он опоздал поступить куда-либо в Москву, но успел поступить в ЛЭТИ, приехал в Ленинград и поступил в электротехнический университет. Да, здесь он пишет, самое яркое впечатление в ЛЭТИ – лекции по матанализу. Остальное так себе. Самые тяжелые впечатления – это практика на заводе. Шум, гарь, грязь, суматошки. Это впечатление еще больше обострилось после того, как я поработала в компании друзей некоторое время на заводе имени Карла Маркса. Здесь я понял, что кривая судьбы забила меня не в ту степь. И он сбегает из ЛЭТИ теперь снова. И вот это уже как-то знакомое нам знание. Ощутив неуютность производственных цехов и, заметьте, уловив аромат рождения новой лингвистики, тяготирующей к математике, я приняла решение вернуться на филологическую стезю с твердой надеждой на ее слияние с математикой. Чутье меня не обмануло. Мои блуждания получили историческое оправдание. Вскоре после моего поступления возникла мат-лингвистика даже организационная. Сначала в виде кафедры математической лингвистики, которая присоединилась в лабораторию машинного перевода, а несколько позднее, в 1959 году, родилось и выпускающее отделение структурной и прикладной лингвистики. Диплом я защищал, так мать лингвист, рук замкнулся. Таким образом, действительно, уже после этого мытарства почти закончились, если не считать, да, он закончит болгарское отделение, славянское отделение, как болгарист. И потом поступил в аспирантуру по специальности общие заказнания и машинный перевод, который закончился в 61-м году. Вот, его учителя, да, это Юрий Сергеевич Маслов, который, они все называли ЮС Большой, там был еще другой ЮС Малый, менее известный, да, и всем нам известный, да, Николай Ильич Андреев, которым они между собой называли НД. Вот, ну, нужно сказать, что, наверное, Григорий еще задержался в университете и потому, да, что здесь он обрел и, как бы, вот, свою вторую, как бы, профессию. Это хор Ленинградского университета под руководством Санклера, здесь я уже не буду зачитывать. Хотя, в общем-то, он сам считал, что это был замечательный, как бы, вот. Коллектив, да, Санклеру повезло, ведь он работал со студенческой элитой, публикой, пробившейся в университет, публикой самых разнообразных специальностей, от изысканной виртуозной математики до филологов-классиков, знатоков из Хилла и Вергилия. Такое счастливое сочетание привело к великолепным результатам. Это был практически профессиональный хор, но с юношеским задором, непосредственностью и добротным интеллектуальным бэкграундом. Да, вот, надо сказать, они, уже будучи второкурсником, принимали участие, стали лауреатами, получили золотую медаль на московском фестивале молодежи и студентов. Вот, ну, после этого, после окончания университета, видите, довольно большой промежуток времени, с 1977 года Григорий Яковлевич работал в разных научно-исследовательских учреждениях Ленинграда, где разрабатывал лингвистическое обеспечение, занимался изобретательской деятельностью, и у него есть 10 патентов на изобретение, да, я думаю, что мало у кого из филологов такое есть, вот, там, какие-то машины, вот, но довольно поздно защитил кандидатскую диссертацию, потому что много работал, скитался по Питеру, уже в области. Кандидатация, диссертация была посвящена сложности синтаксических структур, вот, но на основании тех своих исследований, которые он проводил еще раньше. Вот, и, наконец, 78-го года, да, и по-разному, с этим, 78-го, да, друзья позвали его преподавать, опять же, да, назад к себе уже на кафедру математической лингвистики, где, собственно, вот он все, всю оставшуюся жизнь работал. Вот. Ну, он перешел, перешел в 70-го, до этого он читал отдельный курс, а здесь уже он бросил все, да. Ну, вот, видите, здесь зернистая фотография, плохо видно, может быть, да, Дарима Яковлевич, Александр Сергеевич, Людмила Алексеевна Вербинская, Дарья Фаилович Денка, Дарья Васильевна Богдановна. Богданов, Богданов, где вы? А, да, Господи, его не узнать еще. Да, точно, точно. Да, выйдет вот как раз здесь наш вид. Вот. Ну, примерно таким и я его запомнила, когда пришла учиться. Здесь часть курсов, да, это он их приводил, как те курсы, которые навалили на него в первый год вступления, да, вот он должен был прочитать вот это все. Да, и кроме того, был по-разному, был в факультет повышения квалификации. В 89-м году защитил докторскую диссертацию по стилиметрии, это основная тема, это будни университета, ученые советы защиты, ну и вот наша гафедра, это запоздало праздное 80-летний юбилей, ну видите, здесь все знакомые лица, Сергей Витальевич что-то чуть-чуть обрезался. Вот так, он решил сделать себе биопрезентацию и тогда сам рассказывал, потому что вы же ничего про меня не знаете, да, и вот это, по-моему, длилось часа три. Ну если очень кратко, научных монографий я тоже не считала, смотри, что опубликовано, что не опубликовано, примерно 10, да, статей тоже много, на 19-й год было запланировано 20 штук, да, статей, ну я думаю, что мне еще просто предстоит разбираться, что написано, что не написано, а что не написано. 10 учеников стали кандидатами, трое докторами наук, и он привел на кафедру Олега Натальевича, да, Сергей Викторович тоже, в общем-то, оказался на мат-лингвистике благодаря Григорию Яковлевичу, вот, ну это вот просто, я решила вставить. Это декабрь, это 25 декабря прошлого года, да, перед Новым годом, вот, тогда пришли на кафедру, встречались с Авериным, да, встречались, ну вот, да, обычные были, вы видите, как жизнь иногда поворачивает. Да, ну и не могу сказать, не сказать, как бы уже, поскольку это немножко разные коллективы, да, что последний, ну, собственно, все время, поскольку мы все время вместе, да, и все вещи обсуждали, конечно, принимал активное участие, и в создании нашего корпуса «Один речевой день», и вот в коллективе акторов тоже числится, да, ну и некое гендерное разнообразие вносил тоже. Да, ну, значит, просто пролистаю быстрые книжки, ну, вот это вот, да, фундаментальная книга, но нужно сказать, что книга хороша, но она, к сожалению, немножко опередила время, потому что тогда, когда он писал про это, это было никому не нужно, вот, и вообще-то подавать на гранты мы начали давно уже, со середины 90-х годов, но тогда исследования литературы математическими методами корпуса мало кому были нужны, да, и вот, ну, к счастью, он как бы дождался того, что все-таки проект, пришел, да, и, честно говоря, это ему было приятно, но вот это вот запаздывание на какое-то время, да, и на несколько десятилетий немножко всегда его тяготило, поэтому я думаю, что с точки зрения научной, и, кстати, может, музыкальной деятельности, я думаю, что будущее у Григория Крича впереди, да, и вот, наверное, признание еще впереди, мы постараемся, чтобы действительно это все осталось. Вот, ну, то, что уже говорилось, что это был первого вот системного анализа русской литературы, вот еще в стилиметрической книжке, видите, вот такие были красивые картины, кластеры, облизости синтаксических классов русских прозаиков, тогда он анализировал 100 писателей, причем он тогда считал все почтное, естественно, да, просчитывал, это была вот докторская диссертация, причем каждый из этих классов, он распадался потом вот на такие, да, вот, потом Сергею Викторовичем была большая, тоже фундаментальная книга, семинатика писательных текстов, но Сергей, может быть, сам скажет про это, «Видение в числовую гармонию» текст, ну, можно сказать, что последние лет 15 его очень интересовали вообще проблемы красоты, проблемы гармонии, соответствия, симметрии, да, и вот, если взять его частотные слова, да, вот здесь я еще не смотрела, но я думаю, что оно будет обязательно, там, гармония, красота, да, вот, они будут очень частотные. Да, и, причем он занимался этим, и с математической точки зрения, это мы с ним в Граце, у Кеплера, да, Кеплер исследовал снежинки, снежинки прекрасны, вот мы долго искали этот памятник, но, наконец, нашли. Да, и вот в качестве примера, так, потому что я, честно говоря, мало понимаю, но вот он этим очень гордился, и те, и математики, которые занимаются вопросами красоты, они считали, что это узкое некое прозрение, да, это золотой треугольник, он построил классификацию всех уравнений, корнем которого является золотое сечение, да, то есть вот, там есть разные, до него были пришельские книги Газали, египтянин, Стахов, который этим занимался, и он добавил свои уравнения Мартыненко, который его друг Григорьев, который, к сожалению, сегодня не мог подойти, вот, но, тем не менее, это все встало в единую систему, и вот это вот его умение увидеть, да, конечно, многих поражало, потому что он рисовал такие картины, очень симметричные, но которые, честно говоря, я, к сожалению, не могу понять, поскольку у меня математических способностей, наверное, не хватает. Да, ну и написал историю математико-гармонических представлений от Пифагора до наших дней, которого очень уважал, вот, с Юрием Григорьевым математиком они написали огромную книгу, тоже вот такая, в твердом переплете, последовательности типа Фибоначчи и теории и прикладные аспекты, где просмотрели разные приложения, от литературы до музыки, до генетических кодов, да, то есть, в общем, тоже здесь трудно что-либо комментировать. Да, ну и вот наша книжка, общая монография, где есть тоже синтаксическая часть, выполнена Григорием Апричем. Очень любил поэзию, написал, и о поэзии, просто у меня не все, как бы, есть обложки книг. Вот, мечтал бы писать книгу о Бальмонте, да, не только структурно, но и вообще, да, вот, следующий грант хотел большой делать «Корпус русского санета», вообще писал сам санеты много. А, кстати, видите, вот это вот выяснено, знаете, кто это? Анатолий Лукьянов, да, это конференция по культурному наследию Москвы, да, поскольку Лукьянов известный тоже, да, поэт сам. Осень, да, 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 и у него большая запись, коллекция записей поэт. Да, вот этой книжке он очень гордился. Вот, надо сказать, это совершенно новый жанр. Да, поэтическая история золотого сечения и чисел с Фибоначчи, выполненная в виде сборника санетов. Маленькая, она красиво изна, то есть идея была наша поставить эту леду, ну, конечно, уже потом делал дизайнер, но в чем он ее, книжечку эту очень любил. А внутри это выглядит так, да, то есть идут персоналии, да, как энциклопедия, Пифагор Самоцкий, да, все с него начинается, да, маленькая аннотация, и дальше санет, да, посвященный данному. Ключевому, да, и, кстати, вот, ему обвела озвученная Лера, все есть число, число властителей мира. Да, то есть вот это очень численная вещь. Ну, это надо читать, и вот некоторые санеты исключительно удачные, ну, понятно, что он не поэт по призванию, да, но, тем не менее, вот, это очень любил. И, надо сказать, что после выхода этой книги он еще дописал санетов, причем, начиная от Пифагора, заканчивая все Хомским, потом уже стал писать на всех друзей подряд. Вот поэтому. Да, ну, вот эту книжку, вы уже, наверное, многие видели, мы написали, то есть сделали ее в прошлом году, к сожалению, не получили финансирование на печать, и только вот в январе сдали в печать, то есть он ее, конечно, видел, да, но уже вот последнюю корректуру пришлось мне делать самой, да, и вот это как раз портлет Евгения Чиликова. Да, не опубликованная, да, то есть не опубликованная книга воспоминаний, которую мне нужно подготовить, это минута слагающая жизнь, которая уже написана в одиннадцатом году, и которую он дописывал, 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 и все ко мне приставал, чтобы я сделала побольше картинок, а мне как себя некогда, вот поэтому у нас были некоторые, знаю, по этому поводу, вот, вопросы, но, тем не менее, я думаю, что сейчас уже я это сделаю, и никакой нет. Он, ну, последний комментарий, он там был исправлением февраля, вот, про это Виктор Павлович не отметил, да, то есть мы не только анализируем, да, сонеты, романсы, музыку, да, но Григорий Аквич, он еще активный болельщик, особенно любитель футбола, и написал математическую книгу, моделирующую чемпионаты европейских, этих, чемпионат, ну, и статья есть, семиотика футбольной статистики, это называется. Да, ну, статья, да, но сколько сил было положено в эту книгу, потому что мы скачивали все вот эти базовые, базовые таблицы, кто, где, что, когда забил, и потом это все пересчитывал. Я добавлю, 131 гон английского футбола, ты допишешь. Хорошо, ну, вот, и, честно говоря, она была подготовлена еще в начале 2000-х, но тогда она 5 лет лежала на филфаке, то есть Пардонов обещал издать, но она пролежала, Григорий надоел, он пришел, забрал, вот, а потом он посчитал, что она морально устарела, потому что эти данные, там, каких-то годов, начала 2000-х, я говорю, ну, давай все равно хоть как-то и отдадим, я думаю, что в любом случае, как некое, вот, методически, ну, и переделаем заново, я говорю, не заново, а заново, нет. Вот, так что, я думаю, что, такого тоже, я думаю, что нет аналога, да, там сравниваются страны поблизости, по их отношению к футболу, да, и где-то там, и в результате у него получаются тоже интересные структуры, которые можно по-разному интерпретировать, и, ну, удивительно. Да, в 75 лет он стал писателем. Да, значит, первая книжка, конечно, в одиннадцатом году, как и портфеля, в союзе писателей в нашем вышло, потом следом за ней пошла мимо денег, и, как бы, заключающий цикл, да, все будет хорошо, да. Написано больше, да, но, опять же, вот, надо доводить, хотя, поэтому, есть, поэтому в последнее время было много презентаций, это Сергей Арнов, председатель издательства Союза писателей, вот, делали презентацию, причем презентации почти всегда были мультимедийными, да, то есть он сначала почитает, потом споет, да, вот здесь рядышком стоит синтезатор, да, и если играть было некому, то приходилось играть мне, да, понятно, что тогда уже репертуар изменялся, адаптировался под то, что я могу, вот, какие-то они готовили постановки, это актриса, наш, наш, наш друг, с которым он хотел вместе делать моноспектакль по пиковой даме, вот, ну, это вот какой-то вечер в Союзе писателей, да, ну, и очень быстро, просто прокручу, да, чтобы вы увидели, насколько разнообразна музыкальная деятельность, да, это, ну, мало сказать, вторая профессия, да, но, что это, конечно, может быть, наша первая жизнь, да, потому что по эмоциональной отдаче, конечно, музыкальная сторона занимала больше, вот, здесь надо сказать, что сольную карьеру он начал в 50 с лишним лет, ну, как сказать, ему всегда нравилось петь, но были какие-то не очень понятные проблемы со здоровьем, которые не давали голосу, звукоизвлекаться, да, и вот оказалось, что только потом все восстановилось, и он действительно запел таким молодым голосом, что все удивлялись, да, и никто никогда не мог понять, сколько же ему лет на самом деле, вот, и голос, надо сказать, сохранялся вот до последнего, да, это звучало все очень хорошо, а, вот здесь, может быть, даже сколько, вот, это мне вчера только пришло в голову, я, наверное, скажу, потому что Григорий очень любил цифры, да, вот вообще магию цифры, мистику цифру, у нас в семье вот таким магическим числом было 33, да, потому что Григорий старше мне на 33 года, мы с ним знакомы были 33 года, потом дочка наша родилась, когда мне было 33 года, а я вчера подумала, господи, думаю, тогда получается, что он и пел 33 года, да, вдруг нет, ну, надо точно посмотреть там по каким, ну, наверное, да, потому что, кажется, он говорил, что ему на кафедре подарили проигрыватель на 50 лет, да, и он тогда начал слушать, начал подпевать, и вот, оказывается, голос-то есть, вот. Да, сейчас пел более 80 сольных концертов, более 300 произведений в репертуаре на разных языках, был на гастролях в 14 странах, более того, мне показывал еще в начале нашего романа газеты, где его называли самым концертирующим певцом Санкт-Петербурга, то есть в начале 90-х годов он настолько вот увлекся этим, когда голос пошел, его все приглашали, он не отказывался, у него было по 7 более концертов в неделю, и даже и по несколько раз больше, вот, и, конечно, это очень удивительно, ну, видите, перечислены страны, да, где он, да, ну, и коллективы, ансамбль духовной музыки, где, в общем-то, была хорошая школа, потому что они пели, регулярно пели в церквях, на службах, вот это фотография у Смольного собора, они объездили Германию, несколько раз, Францию, то есть, такое, акапельное пение, вокальная студия Санкт-Петербурга, да, замечательные девочки, это почти все, это все стали профессионалы, Анечка поет в Мариинском театре, принимали участие сейчас в концерте памяти, вот, хорошая школа, симфонический оркестр Санкт-Петербургского университета, разнообразные музыкальные проекты международные, ансамбль Афанасьева, с которым он много ездил по Франции, Испании, ансамбль Густина, и здесь были благотворительные концерты, вот эта фотография сделана в Кипре, в новогоднюю ночь, да, Америка, украинское землячество, да, которое, конечно, много его приглашало, и украинская песня очень их постребовала у нас, да, он был официальным солистом Петербург-концерта, видите, здесь замечательные актеры, да, многие из вас, может быть, вам известны, Сережа Новоржилов, он вел концерт последний, замечательная филиционерия Виктория, не стала ее недавно, вот видите, то есть жизнь была бурная, ну и вот этот Петербург-концерт, они вообще веселые ребята, это после концерта памяти Марио Ланца, Григорий часто проводил вот эти концерты памяти выдающихся певцов, с Валерией Бильской, да, и Георгием Гожевым, который наш замечательный телерадио-журналист, ну и стал тоже другом семьи, вот, ну вот так же универсанты, да, ездили много с разными гастролями, ну даже не гастроли, это вот с профсоюзной организацией выступали, концерт в ИЧА-ше, это имение дачи Римского Корсакова, вот здесь, то есть концерт, потом чаепитие, все вот какое-то, какая-то, я не знаю, Петербургский Дикси-Лэнд, оперно-вокальная студия, боже мой, сколько опер они поставили, это профессора университета, поющие, Григорий был у них звездой, вот, иногда ему это наглядало, но, тем не менее, в общем-то, время было своеобразное. Замечательный студенческий музыкальный театр «Филолалия», который ведет артист БДТ Евгений Солюков, вот, все профессиональные ребята. Может, вы не знали, что у нас в Петербурге долгое время было три тенора профессионала, все профессора, три тенора профессора, еще, был полшарабайка, академик, настоящий, да, позволь, это, да, был лауреатом, это концерт лауреата в конкурсе имени Марио Ланса, на Невском, в Кирхе, на Невском проспекте, ну, и вот основные, как бы, призвания музыкальные, как раз в 98-м год он стал лауреатом в конкурсе имени Марио Ланса, и в 2003-м году лауреатом из конкурса русского романса, да, с его оперным голосом, это, конечно, в Таллине, тогда родилась наша дочь, вот, если он ездил без меня, ну, и привез, вот, такой подарок. А последний диплом он получил в 2016-м году, вот, специальный приз за исполнение Арии Каврадоси в Державинском центре, тогда проводил фестиваль в итальянский центр Лештели-Ди-Натали, да, но мне запомнился этот поход тем, что когда мы уезжали туда, у него было давление 220, я думала, что, может быть, вообще не надо туда ехать, то есть вот это все вот так вот на нервах, но он всегда шел вот наперекор, да, ну, было немножко напряженно, но, слава богу, все закончилось хорошо, и даже премию дали. Вот, этот последний концерт год назад, это центр Образццовой, вот видите, кто-то здесь есть, да, живые РДшники есть, да, это апрель прошлого года, да, узнаваемые лица, ну, были потом и меньшие концерты, но, конечно, уже было тяжеловато, но, конечно, нельзя сказать, да, сказать немножко два слова про нас, да, но здесь уже опять-таки не совсем научное отступление, когда-то в юности цыганка предсказала Григорию, помимо всего прочего, что у него будет три жены, вот оказалось, что это третий, стала я, так звезды сложились, вот, ну, это вот мы с нашими девочками, тогда Маша еще жила с нами, ну, я считаю, что, конечно, да, всегда у нас было много друзей, всегда жили весело, старались, по крайней мере, вот, ну, и, как я уже сказал, очень мечтал, тосковал о Крыме, да, в Крымской фотографии, и поэтому его как бы еще, та часть, которую, к сожалению, не знают кафедральная, потому что мне говорят, ну, давай всех соберем, давай сделаем, сделаем концерт у моей расстрельной стены, он сделал стену, да, надо, я хочу всем, ну, все казалось, успеем, успеем, ну, в общем, здесь уже, ну, что-то можно сделать, надо подумать, как это сделать, ну, во всяком случае, на нашем дачном участке, да, он попытался сымитировать Крым, да, участок был пологий, он сделал там террасы, выложил этими камнями, да, и вот это как раз расстрельная стена, где он хочет этих буржуев расстреливать, вот, ну, и также, вот, это хорошая концертная площадка, вот, он хотел ее поднять, но, наверное, поднимать уже придется мне, чтобы она была повыше, потому что ему в какой-то момент ее хватало уровня стены, а теперь он хоть хотел, чтобы она стала еще повыше, вот, все делал сам, причем час посидит за компьютером, потом пойдет покопает, или что-нибудь там попересаживает, вот, и, честно говоря, больше всего боялся задачу, то есть, из всего своего наследия, где что, вот, я как боюсь, что на это ты запустишь, сидит за кустами, что-то высадить, что-то спилить, да, потому что, вот, это, больше всего, ну, и вот работал в основном тоже там, в любое время, то есть, в любой сезон, с прекрасным своим крымским видом, куда мы привезли, даже тисса и петри, да, растет отдельно, вот, ну, и отдыхал по возможности, да, вот, если это было примерно так, вот,